Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус, и сегодня мы начинаем прохождение очень необычной игры. Ну и, конечно, мне также приятно, что эта игра вышла на компьютер. А это значит, что канал продолжает свою политику на увеличение разнообразности. Вот такое вот все словосочетание. Это игрушка Cave Story. История пещеры. Создана была одиноким японским разработчиком Daisuke Amaya, у которого такой себе никнейм Pixel. Вот. То есть, по сути, игра любительская, но от этого она не становится менее качественной. Я в эту игрушку когда-то играл. Вышла она вообще в 2004 году, а в неё я играл, не знаю, года два, наверное, назад. Ещё до того, как начал работу над своим каналом. И я подумал, я только что закончил проходить шестого Магомена. Проходить какую-то игрушку на NES можно. Можно даже на Sega было начать проходить. Или, допустим, на Super Nintendo, на которой я вообще ни одной игры пока не проходил. Но я так подумал, что гораздо разнообразнее и сейчас гораздо лично даже для меня интереснее будет попроходить какую-то именно компьютерную игрушку. Хотя и Краю Фир по-прежнему проходится параллельно. Вот. И тут вспомнил о такой вот замечательной игрушке, как Cave Story. Здесь замечательный сюжет. Она милая. Она просто приятная игра. Поэтому нажимаем новая игра. Поехали. Здесь, естественно, русский перевод. Поэтому мы будем знакомиться с сюжетом. Неизвестно где. Потому что сюжет в этой игрушке это основополагающее. Здесь очень много диалогов вот таких. Вот это классно. Соединение с сетью. Соединение установлено. Сью? Ты там? Это я, Казума. Мне удалось выбраться, но я заблудился. Я нашел укрытие. Правда здесь ничего нет. Если ты меня слышишь, ответь. Пожалуйста. Итак, вот такая вот была вот завязочка. Мы пока что не знаем, кто это был зеленоволосый такой вот человек. Что-то я подвис только что. Ладно, все в порядке. Итак, друзья. Это платформер. С платформерами мой канал уже более чем ознакомлен. Но это очень необычный платформер. В общем-то вы все сейчас узнаете. Ну, конечно. Если этот платформер был выпущен на компьютер. В достаточно поздние годы. Ну, по сравнению со всеми играми, которые я проходил. Здесь гораздо больше возможностей. И эта игрушка просто классная. Сейчас вы все сами увидите. Итак, давайте сохранимся. Вот на таких вот точках. Это такие себе чекпоинты. В которых мы сохраняемся. Ну, здесь нету большого количества жизни. То есть здесь одна жизнь. Ты умираешь, ты начинаешь с последнего чекпоинта. Где сохранился. И еще есть вот такие вот штучки. Которые восстанавливают полностью здоровье. Просто к ним нужно подойти. Итак, я сейчас привыкну. Потому что раньше я проходил эту игру. Ну, я ее полностью не проходил. Вот. До какого-то момента прошел и все. Проходил на клавиатуре. Сейчас же я переключился на джойстик. Так. К сожалению, сейчас у нас нету никакой возможности. Так. Он меня преследовать начинает. У нас сейчас нет никакой возможности. Сразиться со всякими тварями. Живущими в этом подземелье. Потому что у нас нет оружия. С голыми руками мы ничего не сделаем. И тут сразу же мы можем взять вот такую вот штучку. Капсула жизни. Которая сходу сразу же в начале игры. Увеличит максимальное количество наших жизней. То есть было 3, теперь аж 6. В общем-то мы стали живучей. Аж в 2 раза. Если мы дотронемся до вот этих вот колючек. Вероятно мы умрем. Я точно уже не помню. В общем-то. Я вообще не слишком помню сюжет этой игры. Потому что за эти 2 года. Многое подзабылось. Так. Наверное сейчас нам надо разогнаться. Хорошо. Блин. Нет. Не особо хорошо. Вот так вот. Летучие мыши даже здесь меня преследуют. Как это было часто на АНС. Так и здесь. Итак. Давайте зайдем. Так. Не надо нас бросать. Такими вот воздушными потоками. Заходим прямо в голову льву. И здесь находим какого-то старика. Старика-отшельника. Который спит. Храп. Ну видимо будить его лучше не стоит. Пусть продолжает спать. Зато здесь есть сундучок. Мы немножечко сейчас ограбим старика. А в сундучке находится наше первое оружие под названием полярная звезда. В простонародье пистолет. И так снова отсылка к этому пареньку неизвестно где. Поиск пользователя Сью. В общем-то он ее ищет в сети и так и не находит. Найден один пользователь Сью. Странно. Неужели такое непопулярное имя, чтобы регистрироваться? Сью. Пожалуйста, ответь. Они ищут тебя. Здесь такое творится. И мне надоело тут сидеть. Ну в общем-то пока что даже догадываться ни о чем мы не будем. Потому что нас попросту не знакомит с сюжетом. Просто такая себе завязка. Типа. В том смысле что. А тем временем. Это называется так. И так мы можем стрелять. Патронов у нас бесконечное количество. Вот. И убивая врагов. Мы получаем. Очки опыта или жизни. Вот сейчас жизни нам не нужны. Потому что мы. Ничего с вами. Не теряли. Ну очками опыта я не говорю. Что это у самого нашего персонажа. Это в принципе не совсем РПГ. Это даже вовсе не РПГ. Это именно платформа. Но. То что мы берем. Вот эти вот. Самые. Ромбики. Кубики. Такие себе. Треугольники. Ромбики, кубики, треугольники. Они повышают. Уровень нашего оружия. И вот. Вы в общем-то увидите. Что будет потом. Итак. Как думаете. Давайте может сохранимся. Я периодически буду возвращаться. Сохраняться. Чтобы. Ээээ. Начинать с более. Позднего места. При случае смерти. Благо много времени это не отнимает. Просто зайдем по пути в комнату и все. Теперь мы можем. Ай. Я ничего не заметил. Так. Отличная маскировка. Здесь даже враги милые. В общем-то. Разработчик японец. И он один создал. И движок этой игры. Он полностью создал игру. И поэтому естественно есть какие-то вияния от аниме. От прочей японской культуры. И тогда. Эй. Что произошло? Кто нас... Вы умерли. Слушайте. Я что-то такого не помню. Вот именно. Из-за таких ситуаций. Я сейчас сохранился. И сделал правильно. Это было правильное решение. Потому что в дальнейшем будет много таких моментов. Где мы можем чисто случайно умереть. Игрушка. Не знаю на сколько она будет длинная. Но эпизодом на 15 наверное затянется так точно. Может быть на 20. Потому что я помню. Что я в нее играл достаточно долго. Но опять же. Я в нее играл как и раньше. А это глаз. Это враг на самом деле. Спрятался прямо возле этой двери. Мы его убиваем. И. Уровень оружия увеличился. Теперь вместо одного патрона наша полярная звезда выстреливает аж двумя. Но. Если мы будем получать повреждения. Кажется так. То. Оружие будет терять этот самый опыт. И терять свой уровень. У каждого вида оружия. Их будет. Не знаю. Несколько. Так точно. Раз. Раз. Думал. Опять микрофон отошел. Кажется по три уровня. То есть по три улучшения. Сью. Зеленоволосый парень просто уже в панике. Ну же. Ответь мне. Я сильно проголодался. Здесь нечего есть. И мне пришлось довольствоваться тараканами. Блин. До какого состояния надо дойти. Чтобы есть тараканов. Ха-ха. Шутка. Ну. Я надеюсь. Но если не будет выбора. То вполне возможно. Итак. Друзья. Мы попадаем в деревню Мабига. Отдай мне ключ. Говорит. Вот это вот. Существо похожее на заяц. На самом деле. Я вот именно из-за вот этих персонажей. Эта игра мне очень сильно нравится. Она настолько милая. Вот такая вот. Няшная. Не знаю. Не слишком я люблю это слово. Но блин. Это очень мило. Нет. Не отдам. Ты пытаешься затащить Сью. Защитить Сью. Вот видите. Сью тоже относится к красе вот этих вот. Короликов. Мимига. Мимига. Она проходимец. Она не такая как мы. Сью хорошая. Я не предам ее. Это маленький такой зайчонок. Маленький Мимига. Тарока. Ты ведь знаешь. Что когда снова придет доктор. Он заберет кого-то из нас. Если мы не отдадим Сью. Он может забрать тебя. Вместо нее. Но ведь. Дай ключ Тарока. Сейчас я нажму на паузу. Потому что мне звонят. Непрофессионально знаю. Итак друзья. Пришлось отвлечься. Я к вам возвращаюсь. Дай ключ Тарока. И тут внезапно. Падаем мы. Прямо сюда. Мальчонка убегает. А мы. Получаем управление в свои руки. Что? Ты не враг? Я думал ты один из них. Я кинг. Я главный в этой деревне. Не то чтобы это многое значило. Тем более что нас осталось всего шестеро. Или семь. Считая Сью. Видите Сью считают отбросом здесь. Не знаю. Может быть она просто не похожа на Мимиго. Она общается с людьми. Но она не из наших. Сью недавно появилась тут. Черт. Тарока. Она убежала куда-то когда ты упал. Тарока это она. Девочка. В общем то друзья. Здесь будет много вот таких вот персонажей. Такие как эти. Я не знаю. Они создают просто сказочную атмосферу. Совершенно сумасшедший придуманный мир. Вот этим вот самым Дайске. Японским разработчиком. Один человек может такое придумать конечно. Что здесь у нас написано? Ферма. Давайте прогуляемся. Потому что городок. Деревушка большая. Несмотря на то что здесь живет всего лишь семеро Мимиго. Итак вот она ферма. Здесь находится фермер. Как было бы неудивительно догадаться. Это наша ферма. Тут мы выращиваем цветы. Следить за фермой моя работа. Мы Мимиго питаемся этими цветами. Но красные цветы опасны для нас. Говорят что если съесть красный цветок. То твоя кровь закипит и ты умрешь. К счастью у нас они не растут. Ну желтые цветы есть можно. Так же как и синий. Что это? А мне случайно показалось что это скорлупа от яйца. Нет нет. Орошают. Все правильно. А здесь у нас находится еще одна капсула. Теперь у нас будет максимальное количество жизни 9. Выгодно. Поэтому все места в этой игрушке надо посещать. Потому что везде могут быть какие-то бонусы. Это очень хорошая вещь. В общем то на ферме больше делать нечем. Тут я пока более-менее все помню. Хотя были в этой игрушке места в которых я путался. Со временем мы получим способность выше прыгать. И еще что-нибудь делать. Потому что в некоторые места мы пока просто не сможем попасть. Без дополнительных способностей. Наверх ферма, налево озеро, направо кладбище, вниз дом Артура. Мы сейчас наверное отправимся на озеро, а потом дом Артура. И только потом в кладбище. Но если мы зайдем сюда, здесь у нас точка сохранения. Сохранимся. Конечно же. Ну а жизни нам пополнять смысла попросту нет. Так, больше нам ты ничего не скажешь. Да. На самом деле, этот очень даже неплохой мужичок. Ну не знаю, мужичок. Этот парень очень неплохой. Несмотря на то, что он выглядит достаточно суровым, таким дерзким. Но он глава деревни. Он должен стараться, чтобы все было по-серьезному. По-другому он попросту не может. На самом деле он добрый. Вы в этом скоро убедитесь. Здесь находится рыбак. И единственная рыба в озере. Мы ее попросту убили. Из нее опыта не падает, потому что она не опасна. Это не враг. Нам надо будет познакомиться с Сью, потому что видимо она важный персонаж игры. А кто такие мы, честно говоря, я так и не понял. Сью? Ага, я знаю ее. Это та симпатичная девчонка, которая все время проводит в доме Артура. Она пришла сюда совсем недавно. Мы нашли ее в этом резервуаре. Ее, видимо, принесло печенье. Похоже, она не сильно-то любит нас. Не знаю уж почему. Она ведь тоже мимига, как и мы. Ну, она действительно не здешняя. Хотя она именно из того же вида. А что здесь? Что-то блестит в Иле. Найден серебряный медальон. Квестовые предметы. В общем-то, отчасти этот платформер также является квестом. Потому что здесь будут такие всякие моменты. Достаточно интересные. Так, надо выныривать, потому что, может, и воздуха не хватит с такими темпами. Опа! А вот и Сью. А нет, это не Сью. Это тот... Это та маленькая девчонка, которая сбежала. Как же ее звали? Я забыл. Кодоту. Блин, в общем-то, эти японские имена... Сами знаете. Снова сцена. Отдай мне ключ. Ни за что! Просто в истерике. Сбивает главу в деревне и снова убегает. Давайте поможем ему подняться. Гррр! Торока! Торока, да, зовут. Ты не уйдешь так просто. Видимо, ему нужно отойти. И полежать. Немножечко прийти в чувства. Ну, а вот дом Артура. Что такое Артур, мы пока не знаем. Так, здесь в кувшинах ничего не может быть. Так, ну это, кажется, и есть дом Артур, да? Давайте зайдем сюда. Заперто. Хм. Оказывается, я совсем мало помню про эту игру. Ну, тогда идем сюда. Так, это кладбище, если я не ошибаюсь, или нет? А, нет, это жилище. Эй, ты! Вот куда ты убежала. Эх ты! Ты чего меня ударила? Неужели мне в тебя стрелять придется? Я не хотел этого делать. Они такие беззащитные. Но они классные. А-а-а! Спасите! Я не хотел в тебя стрелять. Просто нужно было тебя немножко угомонить. Хм. Ты... Ты не от доктора? На самом деле, здесь небольшая драма разворачивается. Деревня некогда была большая. Но раз в какой-то промежуток времени приходит некий доктор. Чтобы забирать кого-то случайно из мимиго. И, наверное, проводить какие-то эксперименты над ними. Не знаете, что сразу тут вспоминается? Мультик «История игрушек». Где были вот эти вот зеленые инопланетяне игрушки. Их клещную вытаскивали из автомата. По очереди. Вот тут похожая ситуация. Прости. Ты испугал меня. Доктор жестокий человек. Появляется в деревне и забирает нас. Иногда даже убивает. Мой брат. Он убил моего брата. Ух ты! Этот кулон! Не зря мы его нашли. Ты нашел его? Его дала мне Сью. Но я не возьму его. Можешь оставить его себе. Отчего не возьмешь? Это ж подарок. Кинг на вас 3 лучше, когда увидел, что мы со Сью поладили. Да, его зовут Кинг. Запоминаем, друзья, имена. Дело в том, что мне пока что не слишком легко комментировать эту игру. Потому что я очень привык комментировать простые игры. Где мало персонажей. Где незамысловатый сюжет. Все-таки надо привыкать. Потому что в дальнейшем мы будем проходить много достаточно новых игр. В которых действительно будет много всего. Кингу, в общем-то, не нравится, что Сью поладила с этой девчонкой. Ага! Вот ты где! Друзья, это посланец этого самого доктора. Даже враги в этой игре достаточно прикольные, милые. Тебе не спрятаться! У меня нюх, как у собаки. Да уж. А это кто? Нюх! И я не побоюсь сказать. Мозги. Мизери? Я первый нашел ее. В общем-то, это и Мизери, и вот этот вот огромный контейнер. Это посланцы доктора, насколько я знаю. Хотя могу ошибаться, я уже плохо помню. Вы... Вы заодно с доктором! Ты Сью, верно? Доктор послал нас за тобой. Идем с нами. А, что? Я не Сью. А ну быстро отпустите его. Балрок. Разберись тут. Черт, они девчонку забрали. Нет, стойте, вы не поняли. Опять. Мне это надоело. Идеология здесь, кстати, прикольная. Чувство юмора у автора было отменным. Всегда я крайний. Я первый нашел ее. Так, ну что? Ты собираешься драться со мной? Да. Ну-ну, посмотрим, на что ты способен. Поехали, друзья. Первый босс игры. Так, я не знаю почему. А, мы, наверное, получили повреждения. И у нас снова первого уровня пистолет. Первый босс очень легкий, потому что он просто бежит и ничего более не делает. Нам просто нужно перепрыгивать и стрелять. Полоска жизни снизу, как вы можете видеть. Вот так вот. Черт, взяли. Даже не разобрались в ситуации. Хотели забрать юмор, а забрали эту маленькую девчонку. Ух, ну погоди. Итак, Балрог улетел. Балрог побежден. Но на самом деле мы с ним еще увидимся. Это я могу вам гарантировать. И после победы над ним нам дают несколько вот таких вот треугольников. Просто нужно меньше получать повреждения. И тогда у нас всегда будет сильное оружие. Итак, снова мы в деревне. Печальная история. Так, здесь по-прежнему закрыто. Заперто. Ну давайте сюда снова поднимемся. Потому что здесь вот еще какой-то персонаж. Чапканье. Это мы с каких? Уже четверых, наверное, знаем, да? А всего их семеро в деревне. Что? Тарока похитили? Это плохо. Теперь Сью единственная девчонка в деревне. Это не просто плохо. Ну вы видите, им остается только смириться. С этой участью и все. Они полностью просто привыкли, что их уже по одному забирают. Так, давайте жизни пополним. Насколько я знаю, в этой игре даже несколько концовок. Но так как я ни разу ее полностью не проходил. Я даже не знаю, докуда я доходил. Вот. То мы понятия не имеем, что нужно делать для того, чтобы... Для того, чтобы и какую открыть. Зал собраний. Что-то зайдем в зал собраний? А здесь у нас Кинг. Уже пришел сюда. Ключ от дома Артура. По-моему, где-то был еще один. Чертова Тарока. Теперь надо искать другой ключ. Что ж, может быть, Джек знает, где его найти. Надо найти Джека. Треск. Ты что-то видишь за пламенем, но слишком далеко, чтобы достать. В общем-то, насколько я помню, именно здесь находится основной ключ. Дополнительный. Второй. От дома Артура. Но нам надо как-то затушить это пламя. Тарока. Что ж ты такая нерасторопная оказалась? Чего ж ты убегаешь-то? Я понимаю, что ты защищаешь Сью, но все-таки... Что? Тарока похищена? О, нет. Я должен немедленно доложить об этом Кингу. Да он в курсе. Ушел в зал собраний. А мы давайте отправимся на кладбище. На кладбище есть вот такие вот... На самом деле, это не мимиги. Это враги. Хотя, а ну... А! Думал, что они абсолютно безвредны. И как бы не так. Вот. И еще здесь... А что с ними делать? Что-то не помню. А! Надо сзади стрелять по этими ножами. Вот. Из них вываливается достаточно много опыта. Если вы возвращаетесь на старую локацию, то враги обновляются. Блин, какие они огромные. Просто ходячие грибы, наверное. Кладбище здесь, наверное, захороненными мига. Возможно, здесь их хоронят. Даже без того, чтобы на самом деле хоронить. Просто их забирает доктор. И вот таким способом с ними прощаются. Могила Артура. Надпись на надгробном камне. Здесь покоится Артур. Истинный герой мимига. В общем-то, дом Артура. Но это какой-то был, наверное, бывший мэр. И вот видите, Кинг старается соответствовать. И то, что он вот такой вот суровый. Казалось бы, с первого взгляда злой. Это отнюдь не значит, что он такой есть на самом деле. И здесь же находится ключ на самом деле. Все-таки не в камине. Просто на Кинга сейчас возложена очень большая ответственность. Поэтому он так себя ведет. Что еще один гриб вылез. Зайдем в зал собраний. Еще разочек. Может, о чем-нибудь новом пообщаемся. Торока. Я не могу поверить. Старший брат Торока, Артур, был известным воином. Но его убил кто-то из слуг доктора. А теперь я даже не смог защитить ее. В общем-то, я понял. Она еще маленькая, потеряла брата. Артур, значит, именно ее братом был. А теперь забрали ее. На самом деле, действительно, очень печальная история. Это очень прикольные существа. И жалко, что их постигла такая судьба. Есть два ключа от дома Артура. Один остался у Торока. Другой спрятан на кладбище Мимига. Но мы это все... И что меня радует, здесь нету настроек графики. То бишь, 480 разрешения. Это максимум, что может быть. Поэтому я не буду расстраиваться из-за того, что мой компьютер не может позволять запись в большем разрешении. Так, а что у нас здесь? Я забыл уже. Резерву... А, стоп, здесь рыбак был. Точно-точно. Ну все, идем в дом Артура. Использовали ключ. И что у нас здесь? А здесь у нас пустота. А также продолжение этой игры. Экран освещают слова. Но если не будет выбора, то это вполне возможно. Разрешить телепортацию в хранилище яиц? Конечно. Доступ к хранилищу яиц разрешен. В таких местах мы будем часто находиться. Именно они будут нас между локациями перебрасывать. В доме Артура на самом деле такая себе подпольная лаборатория. Мы можем или пойти сюда, но здесь, наверное, ничего не будет. Я, конечно, не уверен. Здесь цветы какие-то. А это не красные или цветы здесь растут? Просто как бурьян, как сорняк. От которых у мимига закипает кровь. Они травоядные, добрые существа. И мухи не обидят. Как вы могли видеть, даже беззащитные. Торока старалась от меня защититься, но потом поняла, что я друг. Итак, друзья. Пока что у нас нет большого выбора, куда бы мы смогли отправиться из этого портала. Поэтому мы просто идем в хранилище яиц. Конечно. Пока еще немножко поиграем. Первый эпизод ознакомительный. Чтобы вы поняли, что это за игра. Здесь огромный слон. Который очень забавно выглядит. Но, блин, он не настолько забавен. Он на самом деле злой. Это кто у нас? Смотри, не врежься в ту белую штуку на полу. Только задень ее, и все, тебе конец. Это правда. То есть, видите, это какое-то существо на какое-то дикобразное, что ли, похоже. Оно туда-сюда просто путешествует внизу экрана. Если мы дотронемся, это мгновенная смерть. Но мы не будем дотрадиваться. Вот, смотрите, мы попадаем по слону. Он злится и... А, стоп, что-то он не бежит. А то иногда они начинают злиться и быстро бежать. Треугольники, кстати, насколько я знаю, вечно они никогда не исчезнут. Поэтому можно не торопиться, чтобы сразу забрать... А, нет, они исчезают. Это моя ошибочка. Что-то я неправильно запомнил. Потихоньку уничтожаем. Здесь пока все просто. И вот он, третий уровень. Смотрите, как жестко мы сейчас стреляем. Просто наш пистолет превратился в настоящий лазер. Дальний шепот, который мы получаем, просто лишь позволяет не потратить... Не потратить наш бонус после получения повреждения. То есть запас себе такой. Видите, максимально теперь написано. Макс. Так. Нам нужно спуститься сюда. Быстро стреляем, стреляем, стреляем. В общем-то, пожалуй, такую вот пистолет усовершенствовать в три раза сильнее, чем первая его версия. Друзья, это не Сью случайно здесь стоит? А что она здесь делает в хранилище яиц? Эй, ты, чудовище! Я тебя не боюсь! Гаах! Чего? Хочешь получить? Давай, валяй! На самом деле, Сью очень боевая девчонка. Она ничего не боится, она очень смелая и храбрая. Даже мой брат не может побить меня. Ух! А ведь он просто дотронулся, этот злой красноглазый заяц. Извини, больше не буду. Не трожь ее, мерзкий урод. Ты кто? Ай! Так, друзья, надо его догонять. Он просто куда-то уносит Сью. Просто сбежим за ним, просто бежим. Так, сейчас мы, во-первых... Ой-ой-ой, черт, я чуть не свалился. Вот, в общем-то, смотрите, первая ситуация, в которой нам нужно будет увеличение... Слушайте... Может быть, я ошибаюсь и путаю это с другой одной игрой? Но мы не можем до сюда пры... А, нет, друзья, возможно, не будет никакого улучшения. Возможно, это просто мои глюки. Обитель ктулху! Так, давайте сохранимся. Другого пути у нас попросту нету. Ты кто? Эй! Че у тебя глаза белые? Ух ты! Ты солдат с поверхности? Не ожидал встретить одного из вас тут. Где остальные? Как? Ты потерял память? А, мы просто потеряли память. Попали в какую-то деревню Мимига. А мы просто человек. Хе-хе-хе. Ну, идем наверх, в общем-то. Не знаю. На самом деле, сюжет многогранный. Вот какие-то солдаты с поверхности. Так. Получится ли он... Ай! Надо снова теперь туда вернуться. Здесь сэвстетов нету, поэтому каждый раз приходится все по-новому. С сюжетом будем знакомиться. Он, правда, интересный. Он очень веселый. Да, ё-моё. Надо было с разгона. Так я вроде и старался. Но надо было с самого краюшка, наверное, прыгнуть. Ничего, сейчас еще попробуем. Пока что привыкаем к управлению этой игры и... Насколько высоко надо прыгать и так далее. Да я же нормально прыгнул. Черт подери. Я не успокоюсь. На самом деле, здесь будет много таких моментов, в которых придется перепроходить какие-то участки. Потому что иногда мы что-то найдем и нужно будет возвращаться в старую локацию. Вот так вот. Все. И нужно возвращаться в старую локацию, чтобы это использовать. То, что мы нашли, допустим. Итак, у нас теперь максимальное количество здоровья 13. Это очень круто. Пчелки самые неприятные на данном этапе враги. Вот. И первый раз по нам попали. Ух ты, ё-моё. Я не знал, что мы здесь можем провалиться. Пчелки очень неприятные, потому что они курсируют просто туда-сюда. Туда-сюда. И мы можем здорово за это поплатиться. Но враги вроде бы не распаунятся. Кстати, ничего хорошего нету, что мы избежали попадания вниз. Потому что нам все равно придется спускаться вниз чуть позже. Пока мы следуем все наверху. А, все. Мы ничего больше не следуем. Хотя, если мы сделаем вот так вот. Нет, так мы сможем подняться. Вот. Некоторые пчелки просто слева направо прыгают. И все. Никаких проблем нету. Иди сюда. Еще одна пчелка. А что-то сквозь эту... А нет, мы не можем проходить. В некоторых яйцах будет кое-что находиться. Это я помню, кстати, пока что. Так. Аккуратно. Пчелки могут сквозь вот эти блоки летать. Мы почему-то нет. Пройдем, пожалуй, вот эту вот первую серьезную локацию. Хранилище яйц. И на этом остановим первый эпизод. Честно, за временем не следил. Поэтому даже предположить не могу, насколько он пока что затянулся. Но я надеюсь, что вам интересно. Я так действительно на это рассчитываю. Так. Вот самый серьезный враг, друзья. Вот этот вот огромный жук, который... Что у нас здесь? Давайте смотреть. Мы получили... Да ничего мы не получили. И в конце концов окажется, что... Все это не имело смысла. Вокруг разбросаны красные лепестки. Возможно, именно сюда приводят мимиго. Сью похитили, нет? Найдена записка. Найдена записка. В комнату 00 нельзя попасть, пока активирован щит. С помощью одного из тех терминалов его можно отключить. Запомним это. Так. Яйцо небесного дракона номер 8. Состояние стабильное. Яйцо небесного дракона номер 9. Состояние стабильное. Пойдем вниз. Пока у нас, в общем-то, и выбора нет. Номер 7. Состояние стабильное. Номер 6. В яйце обнаружены изменения. Рекомендуется провести обследование. Надо будет... Запоминаем, друзья. В номер 6 нам надо будет попасть. В пятый. Нормальный четвертый. В третий нормальный. В второй нормальный. В первый, значит, надо будет нам попасть и в шестой. Хорошо. Ну, жизни нам и не нужны особо были. Первый, шестой. Я, может быть, даже запишу. У меня есть тут листик под рукой. Сейчас. Я как раз сейчас записывал просто последний эпизод Магомена. И там надо было сражаться с боссами. Так. Первый и шестой. Записал. С шестнадцатым все в порядке. С пятнадцатым все в порядке. Все. Все остальные яйца в порядке, да? Да. А здесь у нас... Новое оружие, друзья. Поздравляю. Ракетница. Мощное оружие, но ее боезапас ограничен. Возможно, восполнять боезапас, выбирая оставшиеся после врагов предметы. Вот. Это я проверяю, каким кнопками переключаться. Вот, в общем-то, ракета. Используем ракету. И стреляем. Оно очень спертоносно. Видите, у нас девять патронов из десяти. Будем его периодически использовать. Просто мне нужно, блин, привыкнуть. Ай, тихо-тихо. Вот, кстати, и ракеты выпали. Я теперь потерялся. Нормально. Так. В первое и шестое нам надо попасть яйцо, но еще, возможно, в самое первое тоже. Потому что... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Посмотрите, что творится-то. Хорошо. Все. Просто внезапно на нас этот жук сейчас так напал. Это было не самое приятное... Не самый приятный опыт. Так. Здесь еще что-то убить, и все будет хорошо. Ну что, получали погрешные? Да вроде нет. Так. Я не хотел, на самом деле, переключаться. Случайно как-то получается. Ай-яй-яй-яй-яй. Успели увернуться. Успели увернуться. Давай. Сволочь. Привыкнуть мне нужно к управлению, потому что совсем по-другому все было на клавиатуре. Частенько теперь будет выпадать ракета. Так, пошли просто дальше. Что нам? Просто идем дальше. Итак, вот первый. Ага, дальше будет еще одно яйцо. Но оно у нас с вами под щитом, который нужно будет снять. Так, ну что, рискуем? Нам нужно попасть в самое первое яйцо. Пошли. Итак, мы здесь. Просто подпрыгиваем и попадаем в яйцо номер один. Забавно, правда? Для выключения щита нужно какое-то устройство. Ага, устройства у нас нету. Так, значит, наверное, устройство именно в шестом яйце. Ждем и бежим. Побежали. Так, второй, 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 второй. Успели. Хорошо. Во втором ничего нету. Побежали в третье. Нам капец. Надо было через верх идти. Да, конечно, мы пробуем еще раз. Только вот, сохранение у нас далеко. Ну, ладно, не так и далеко на самом деле. Давай вверх. К счастью, вроде бы достаточно равномерно расположены места, где мы можем сохраниться. И поэтому беспокоиться по поводу того, что мы можем пройти большую часть какой-то локации и при этом умереть начать издалека откуда-то нам не приходится. Так, слева сейчас будет жук этот самый. Вот так вот, я уже все знаю. Думаете, хитрые такие? Как же не так? Просто сейчас повторяем весь наш путь и мы уже все знаем. Да опять звонок, блин, капец. Сейчас все будет. Итак, продолжаем. Снова телефон. Непрофессионально, как говорит Блэк. Так, мы потеряли сейчас жизнь. Вот так вот нас могут отвлечь. Так, ну ничего. По крайней мере, опыт никто не отменял. Ой, как мы просто... Просто напролом сейчас куда-то пошли и все. Иногда, кстати, выпадают не обычные сердечки, а вот такие много сердечек. Это значит, что нам, по идее, полностью восполнят нашу жизнь. Кстати, я вот думаю, направо есть ли смысл идти? Или там ничего не будет? Не знаю, не помню. Так, в общем-то и все. Теперь мы ждем. Идем сюда. Быстро, 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 быстро. Все. Идем теперь по старому пути и возвращаемся. Нам нужно в шестое яйцо. Не знаю, есть ли смысл в другие попадать. Но сейчас проверим. Врати, кстати, действительно распаунятся. Так. Нет, 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 нет. Уйдите, 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 уйдите. Давайте сохранимся тут на всякий случай. Чтобы не умереть сейчас случайно. Ой, так нам вообще не надо было к первому яйцу идти. Зачем я это сделал? Мы же там ничего не получили, верно? К четвертому у нас вообще доступа нету. В общем-то, как и к пятому. Поэтому, да емое. О, повернулись. Хотя бы так. Плохо, что мы сейчас таким образом можем потратить с вами оружие наше. Иди сюда. Нет! Черт, реально сейчас оружие просто потратим. Я на ракету переключился? Когда это было? Странно. Ой! Черт! А как так вышло, что у нас... А, стоп, нет, погодите. У ракеты точно так же, как и у пистолета, есть уровни. То есть у каждого оружия. После этого мы начнем двумя ракетами стрелять. Вроде бы так. Так, поэтому, как только мы набрали максимальное количество пистолета, да, опыта, то мы должны собирать другие. То есть переключаться на другое оружие и собирать для другого оружия опыт. Итак, вот оно, шестое яйцо. Что здесь? А здесь у нас сундучок, где находится. Пропуск. Хорошо. Хорошо. Так, есть ли смысл идти дальше? Мне бы интересно было на самом деле. Минус уровень пистолета. Очень хорошо. Да, кажется, ничего там нет, честно говоря. Никуда мы больше не попадем. Никуда мы больше не попадем. Ладно. Пойдем значит направо. Куда нам, собственно, и нужно. Да твою мать! Нам нужен опыт, срочно. И это пока все просто. Дальше пойдет гораздо все сложнее. У меня были моменты, когда я проходил, что я частенько умирал. Было-было и такое. Потому что дальше будет сложно. Пока что все просто. Да е-мое. Давай пчелка. Да е-мое! Что-то не получается. У меня сегодня с прыжками. Вот так вот. Нужен уровень. Быстро, быстро, быстро! Сказал уровень! Вместо этого мы с вами ракетами давайте стрелять. Черт, как вас много! Вот таких вот моментов, когда придется сражаться, будет очень много. Не просто сражаться. А, мы можем и вверх стрелять. Что-то я не помню такого. Да, мы можем стрелять и вверх. Это очень здорово. Он из патронов не остался. Плохо, плохо. Давай, иди сюда. Я и забыл, что мы можем вверх стрелять. Е-мое. Давайте тут еще раз сохранимся. Ну просто от греха подальше. Умрем, придется все это заново делать. Да, видите, мы выходим из комнаты. Как только, в общем, мы меняем локацию, то враги оживляются. Как все плохо. Просто идем наверх. Блин, я хотел просто пойти наверх. Не получилось. Жизнь взяли. Черт. Как все нехорошо, а? Я бы такой, чтобы просто уже не смотреть на этих врагов. Просто идти и идти. Все. Вот так вот. Давай, давай. Этого убить. Просто идем дальше. Просто идем дальше. Несмотря ни на кого. Теперь можно подстреливаться. Давай, давай, давай. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот так вот, вот так, вот так, вот так. Ой, хорошо. Вот это мясо. Вот это мясо, друзья. Вот. И второго уровня у нас теперь базука. Надо взять. Надо взять. Да и то, и то взять. Хорошо. Хотя бы базуку взяли. А, стоп. Нам снова нужно в первое яйцо. Давайте подождем. Чтобы сюда вставить пропуск. То есть это просто какой-то не инкубатор, а просто такая вот тайная лаборатория, в которых всякие важные офисы, такие помещения заменяют яйца. Весьма необычно. Итак, мы открыли доступ к дальнейшей части уровня. И просто идем дальше. А здесь у нас, друзья, тот самый заяц, который похитил Сью. Пока мы стрелять в него не можем. Гррррр! Никто не смеет брать драгоценные яйца хозяина. Поздравляю вас, босс, который будет не такой легкий, как был Балрон. Хотя, вы знаете, просто может быть он жирный и все. Жирный, жирный, жирный какой. Спаса жирный. Но вместо этого мы теряем много-много жизни. Ой, как мы медленно его валим. Перепрыгиваем. Давай, давай, давай. Он медленный, он очень-очень медленный. Просто нужно... Что-то он выстреливает. Он чем-то выстреливает. Ах! Ни хрена себе. Не ожидал я. Нет, 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 нет. Черт. Плохо. Все очень плохо. Нормально. Половину жизни он потратил, теперь новыми способностями выстреливает. Ай, плохо, 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 плохо. Так и умереть можно. Черт. Черт. Куда-то мы не туда. Ребята, нам конец. Вот так вот. Убили. Так и убили. У нас совсем жизни не оставалось. И он превратился в маленького? Игорь побежден. Вот японцы прикольные. В Fire Emblem придумали имя генералу Жуков. А здесь Игорь. А как... Стопы. Это же... О, ребята, я понял, что происходит. Я теперь понял, что происходит. На самом деле, опять же, я сюжет подзабыл. Вероятно, мимиго наедаются вот этих вот красных цветов. Вырастают, в общем-то, мутируют. И это был обычный мимиго. А это не Артур, случайно? Ой, он мертвый. Черт. Так, давайте все-таки зайдем подвечемся. А, не открывается. Надо изначально сюда зайти. На самом деле, мы почти умерли, друзья. Яйцо 0-0. И здесь Сьюн помещена. Эх. Оу. Эй. Эй, я еще не сдаюсь. Теперь ты у меня получишь. Ха-ха-ха. А? Ну, прикинь. Посмотрите, какая она прикольная. Просто на портрет гляньте. И музыка в этой игрушке достаточно милая и забавная. Мне навалял этот монстр. Это ты спас меня? Ну, мы не скромные, скажем да. Мне не нужна твоя помощь. Ха-ха. Сама с ним справилась бы. Гррр. Ненавижу этот вонючий остров. И всех его обитателей. О, глянь. Это, я думаю, это номер 0-0. Логично, на нем написано, что это номер 0-0. Это яйцо на шанс смотаться с этого острова. Состояние нормальное. Это хорошо. Мне интересно, каким образом вот тут вот парень зеленого волоса святен с Сьюн. Он ее везде искал. Хм. Хорошо все-таки, что мы Сью спасли. Даже самому приятно как-то. Пароль. Похоже, чтобы яйцо вылупилось, нужно ввести пароль. Что ж. Если бы мой брат был здесь, он бы с этим справился. Ладно. Похоже, мне тут больше делать нечего. Слушайте, это Артур не брат Сью, случайно? Или я просто путаюсь? Или вот тут он зеленый волосый брат? Это и есть вот этот, наверное. То есть, а почему он человек в таком случае, если он ее брат? Ну, говорят, что она не из наших. Видимо, это смесь. Она не совсем даже мимига. Мимига. Га. Не уходи. А ты местный или как? Вроде ты не похож на тех из деревни. И это надпись на твоей кепке. Это явно тот... Это явно не тот язык, на котором здесь говорят, что здесь проблема с переводом. Ты, похоже, заблудился, но ничего. Можешь пойти со мной. Выберемся из этой помойки вместе. Ну, вы видите, Сью еще, конечно, гордая. Она никогда не принимает помощь и хочет все делать сама. Она даже не отдает себе в отчет, что это мы сюда добрались с таким боем, чтобы ее спасти. А ты поможешь мне взамен. Ну, хорошо. Что у нас здесь? Яйцо Небесного Дракона 00. Подготовка завершена. Введите пароль. В общем-то, друзья, в этом хранилище яиц просто проводятся эксперименты. И это очень печально. Это очень нехорошо. Ну что ж, нам придется возвращаться. Сью уже куда-то убежала. Давайте зайдем сюда. Мы с вами восполним... Кстати, в таких местах не только здоровье, но и ракеты восполняются. Поэтому время от времени сюда нужно приходить. А, ну, как мы... А, просто одна большая ракета выстреливается вот так-то. Все. Теперь давайте мы сохранимся. И на этом остановимся. Ну что, друзья. На самом деле, летсплей очень необычный, потому что игрушка очень необычная. И мне бы очень хотелось услышать ваше впечатление. Понравилась вам игра? Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Оставайтесь на линии, друзья. Скоро нас ждет еще много интересного. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!